Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. Президент России заявил о необходимости строить задачи на долгосрочную перспективу. Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия». Согласно стандартам, слабослышащие дети получают знания с помощью нового оборудования. Праздничное настроение внутри и снаружи. Айхальцы, украшая дом, участвуют в конкурсе. В Якутске на улице Субрусского, 14, сгорел двухэтажный дом. На месте пожара обнаружено тело женщины 1984 года рождения. Два человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Якутии. Причины пожара выясняются, ведется следствие. Сегодня открыли рядовую переправу Якутск-Нижний Бестях. Протяженность дороги по реке составляет 12 километров. Для регулирования движения установлены дорожные знаки и информационные щиты. На въездах круглосуточно дежурят дорожные службы. Выезд на зимник разрешен автомобилем массой до 20 тонн. Президент России Владимир Путин выступил на съезде Единой России. Заявил о необходимости строить задачи на долгосрочную перспективу, а не исходя из требований момента. По словам главы государства, перед страной стоит много задач. Нам нужно перестроить многое в налоговой системе. Для этого нам нужно точно и абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы. С тем, чтобы и действующие пенсионеры, те, кто сегодня уже вышел на пенсию, и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно. Нам нужно дальше обеспечить обороноспособность страны. У нас много-много задач. И действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня. При этом президент отметил, что важно объяснять, с какой целью реализуется та или иная задача. А если что-то не получается, откровенно говорить, почему получилось иначе и как планируется это исправлять. В свою очередь, руководитель Якутии Егор Борисов отметил, что в настоящее время Единая Россия делает упор на регионы. В выступлениях и президента Российской Федерации, и председателя партии Дмитра Анатольевича Медведева было озвучено о том, что партийная работа будет усилена. Мы понимаем, что сегодня эта позиция связана с тем, что партия Единая Россия в последние десятилетия берет на себя полноту ответственности за судьбу страны, несмотря на определенные сложности, определенные проблемы, которые возникают, вызовы, которые сегодня есть и внешние, и внутренние. И при этом эта партия не отказывается, берет на себя и пытается все это решать. И это, соответственно, должно организовываться не только на руководящем уровне, но и на местах. Специальным оборудованием пополнились классы Республиканской школы-интерната для глухих. Каждая уникальна и дополнена визуальным и звуковым сопровождением. Теперь учебный процесс проходит в соответствии с федеральным требованием госстандарта. Учебный процесс у особенных детей отличается от привычного. В классах, согласно госстандарту, не более шести школьников. Помимо уроков математики и русского, после обеда у учеников коррекционные и дополнительные занятия. Послушайте внимательно. Интерактивные доски для детей постарше и развивающие игры для первоклассников. Тактильное и визуальное восприятие здесь очень важно. Слабослышащие дети так легче усваивают программу. Я люблю уроки культуры и математики. А какие оценки у тебя? Как учишься? Оценки я тоже поздравляю всех с Новым годом. Кабинет релаксации – излюбленное место для малышей. Он также пополнился новыми расслабляющими установками. В школе есть кабинет со специальным оборудованием для детей, у которых есть другие отклонения. Откруй. Для мелкой моторики это. Вот ей трудно. Разложи. Вот разложи. Примечательно, что с этого учебного года в интернате также запустили программу «Музыка для всех». И старшеклассники уже могут похвастаться первыми успехами. Всего у нас в школе обучается 92, в том числе дошкольная группа шестеро детей. С помощью уникального оборудования ученики начальной школы не только получают знания, но и легче проходят социализацию в обществе. Юлия Великодная, Владимир Павлов, НБК «Саха», Якутск. Социальные задачи в приоритете у работников Олегминского управления «Газпром» «Трансгаз Томск». Для этого компания работает в тесной связке с администрациями района и города. Определение, на каком участке сегодня нужна поддержка. Подробности у Елены Фаст. В этом году, как никогда, в городе Олегминске выпало много снега. Хозяевам добавилась работа и вычистить двор к новогодним праздникам. Сложнее пришлось тем, кому самостоятельно такой работы не осилить. У Альвины Андреановны двор большой. Раньше и сама справлялась, сейчас никак. Делится хозяйка. Поэтому, когда во дворе закипела работа, была очень довольна. Приехали, оказали помощь. Я очень благодарна. Я инвалид второй группы. Всех с Новым годом. Всех-всем-всем. Желаю всем здоровья. Здоровья всем-всем-всем благополучия. «Снежная вахта» – акция, организованная сотрудниками регионального управления по строительству объектов в Олегминске. «Газпром» «Трансгаз Томск». Акция данная называется «Снежная вахта». Мы ее уже проводим второй раз. В прошлом году мы от снега почистили два детских садика в городе Олегминске. В этом году совместно с администрацией выбран был дом пенсионерки-инвалида, а также гимназия города Олегминска-Эврика. Ребята быстро справились и пошли на новый адрес – двор школы Эврика. Здесь простора больше. Нашлось место и техники. «Хотелось бы сказать большое спасибо за оказание такой помощи. Очень кстати. Снега в этом году очень много навалило. Ну и все хочется поздравить с наступающим Новым годом». Сплоченная работа и желание помочь городу радуют, кстати, в составе работников организации большинство самих олегминчан. Не забыли они и о том, чтобы создать новогоднее настроение у себя. Веселые снеговики, хозяин грядущего года, забавный пес, встречают каждого на входе. В Новый год с чистым городом. Собственники квартир теперь могут принять решение о благоустройстве дворовой территории. Закон напрямую связан с реализуемой в стране программой создания комфортной городской среды. Регионы начали обязывать жителей принимать решение о благоустройстве двора. В итоге в ряде случаев получилось, что жители должны были принять решение о благоустройстве придомового участка, который не является их собственностью. Новый документ позволит навести порядок в этой области. Закон указывает, что решение о благоустройстве может быть принято только для дворов, которые являются общим имуществом собственников помещений. В преддверии Нового года администрация Айхала объявила конкурс на лучшее праздничное украшение фасада. Специальная комиссия объехала учреждения, поселка и предприятия, подавшие заявки. При выборе победителей учитывалась красочность и гармоничность оформления здания. Чей фасад лучше выясняли мои коллеги из Алмазного края. Праздничное настроение и внутри, и снаружи. Мишура на окнах, гирлянды в виде свисающих сосулек под козырьком здания. Айхальцы совмещают приятное с полезным, готовятся к встрече Нового года и участвуют в конкурсе фасадов. Самые яркие – традиционно предприятия Айхальского ГОКа. Хорошая традиция. Ежегодно к Новому году мы прекращаем свои здания, сооружения. Тем самым обозначаем свое праздничное настроение, свою подготовку к наступающему Новому году. Цветными фонариками и мишурой уже украшены здания предприятий и организаций, а также витрины магазинов. Сверкающие разнообразные огни не только настраивают на новогодний лад, но и привлекают покупателей. Всегда хочется ожидания какого-то чуда предновогоднего. И когда идешь и светится все разноцветными огоньками, кажется, и жизнь улыбается и играет яркими цветами. Смотр фасадов специальная комиссия устраивает ежегодно. В череде конкурсов это один из самых приятных. Администрация же поселка тоже не поскупилась на новогодние атрибуты и иллюминацию. Итоги конкурса подведут в конце месяца. Но уже сейчас ясно, что старались организаторы и оформители фасадов совсем не напрасно. Красиво, мне нравится все. Да, я тоже в восторге. Очень красиво, мне очень понравилось, безумно интересно. Предновогоднее настроение поднимает. Светлана Угрюмова, Сергей Маркин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». И последнее. Сегодня, 25 декабря, католическая церковь отмечает светлое Рождество Христова. В канун праздника в храмах прошли торжественные богослужения, где читались особые молитвы. Продолжит Татьяна Вахнина. Да простит Господь помыслы, слова и дела греховные. Пусть Его рука осеняет все дела и начинания. Пусть Он защитит от невзгод и хворей. И наполнит каждое сердце добротой и светом. Рождество Христова для исповедующих католичества является одним из главных праздников года. Христос как свет, как свет, сосланный Богом, Отцом, Его доброта, милосердие. И можно сказать, тот мозг, который ожидали пророки и избранные народы, и люди, он наполняется Рождеством. Так что можно сказать, что обещания Божьи и надежды человечества Рождеством наполнились. Перед Рождеством верующие украшают дома, к праздничному ужину в сочельник, хозяйки выпекают печенье по особенному рецепту. Это медовое тесто заводится один раз в год. Четыре недели до Рождества составляют адвент, период радости и ожидания. Каждую неделю перед алтарем зажигается свеча. Сделанное в это время доброво благо ближним считается священной помощью. Ходим, помогаем бабушкам каким-то, кто не может одиноким справиться со снегом. Вот ходили к Пане Данути вчера, снег убирали. 2017-й запомнится объявленным Папой Франциском Днем Бедных. 25 лет присутствия в Якутии отметила католическая церковь. Кроме того, уходящий год отмечен 100-летием фатинского явления Богоматери-пастушкам в Португалии. Будем стараться, чтобы эта радостная, добрая вещь евангелизации прошла и проникла многим людям. Эта радостная вещь Евангелия – это одна из основных, где Бог открывает смысл жизни человека. В республике насчитывается порядка пяти сотен католиков. Приходы действуют в Якутске и Валдане. В Южной Якутии подвижников католичества чуть более ста человек. Татьяна Вахлина, Сергей Супачев, Дмитрий Заливин, НВК САХА, Алдан. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Лучших школьников региона наградили на ежегодном мероприятии «Елка главы Якутии». В ответ на обращение жителей Тампонского улуса о холоде в домах, ГУП ЖКХ утверждает, что котельная в Хандеге работает в штатном режиме. Рождественские истории – премьера шоу-программы в бриллиантовом цирке. К этому часу у нас все новости. Еще больше информации на интернет-портале nvk.defis.online.ru. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХА и САХА-24. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова